Итак, всем привет, с вами Дуб Гэй, и в этом видео мы поговорим о часто не самой понятной части геймплея Херсфайрин 4, флоте. Флот может казаться сложным и непонятным, в игре нет ущерпывающего обучения о том, как им управлять, все это приводит к тому, что многие игроки предпочитают почти не использовать, либо вообще игнорировать его. Давайте разберемся, какие цели есть на море, какие у каких стран есть перспективы, и как же нам все-таки именно побеждать на море. Я постараюсь, собственно, достаточно просто, без лишних цифр, вниканием в какие-то расчеты и формулы. Именно в этом видео мы поговорим больше о теории, что мы хотим делать, какие у нас есть действия, цели. Отдельно еще будет видео про сам морской бой, как он проходит, и отдельно еще видео, как совершать высадки, какие вообще у нас есть механизмы вообще воздействия и противодействия высадкам. Поехали. И начнем мы с целей. Вообще у флота нашего есть две цели. Это защита ваших морских путей и нарушение вражеских морских путей. Причем следует отметить, что победой можно считать даже достижение одной из них, потому что очень часто бывает, что в вашей стране не нужно делать одну из этих целей. То есть, к примеру, есть Германия, которая не торгует по морю конвоями, и на самом деле ей, в принципе, не нужно защищать никакие свои пути. А вот нарушать вражеские, к примеру, Британию вполне себе нужно. Соответственно, если мы успешно нарушили вражеские пути, то мы уже победили на Германии, и нам не нужно отстраивать свой флот, чтобы защищать свои. И обратная ситуация, то же самое, Британия. Вам не нужно нарушать какие-то вражеские пути Германии, да? А вот свои защищать надо. Поэтому даже если мы достигли всего лишь одной из этих двух целей, но нам этого хватает, мы уже победили. И тут также есть из этого неочевидный вывод. Нам не обязательно побеждать вражеский флот. Чтобы топить конвои, нам не обязательно топить вражеские линкоры, авианосцы. Нам достаточно находить их и уничтожать. И успешно убегать от вражеского именно боевого флота. Более того, можно совершить высадку, не выдвинув ни одного корабля из своих портов. Просто использовал соответствующий приказ об, соответственно, ударных соединениях. Они стоят здесь, но дают при отсутствии на море, не выходя из порта. Прекрасно, верно? И давайте определимся, зачем вообще нужно нарушать, да? Что это дает? Возьмем самую лучшую ситуацию. Это если у врага нарушены все морские пути, да? Что в этом случае будет? Дело в том, что если мы зайдем на Британию, то мы увидим, что у нее просто огромнейшее количество путей. И это даже не войска. У нас ресурсы производятся как раз таки в наших колониях. Где-то вне нашего континента. Видите, здесь, допустим, нет резины. Резина у Британии получается как раз таки вот отсюда. Соответственно, если ее это оборвать, то у Британии будет ноль производства резины. Соответственно, сразу же падает производство самолетов, сразу же падает производство автотранспорта. И так можно сказать про любой ресурс и про любую страну. Также и для войск. Если, допустим, у вас есть где-то войска, но к ним не доставляются припасы, да? Как сейчас видите, они доставляются. То они начнут истощаться. И также получать себе дебаф на характеристики. Очень неприятный. Кроме того, они не будут пополняться. Соответственно, боеспособность у них восстанавливаться не будет. Соответственно, урон очень варьируется от разных стран, да? Каким-то странам очень необходимо иметь море. Каким-то вообще нет в этом смысла. Давайте вообще перейдем к перспективам, какие страны у нас бывают. И я тут выделяю три типа страны. Первый, я бы сказал, самый слабый тип. Это страны, которые не могут добиться припасы на море. Страны, у которых нет на старте доступа к как раз таки флоту. Либо флот очень маленький, да? Например, там как-нибудь Португалия. Ну, Испания, возможно. Какие-то вот эти балканские страны. То есть страны, видите, у них очень маленький стартовый флот. Очевидно, они не добьются припасы на море. Они максимум могут выполнять как раз таки эти миссии прерывания вражеской торговли. Либо очень-очень ограниченно защищать свою. Но вряд ли это одновременно и тем более эффективно. Есть также страны, которые могут добиться припасы на море сильного. Но для этого им подойдется вложить очень много ресурсов. Но это возможно. Это, допустим, Германия, Италия. Как ни странно, Советский Союз, Франция. Таковы вот типа страны, в которых есть какой-то стартовый флот. Маленький, не маленький, но он есть. И есть какие-то фокусы и промышленность на постройку дополнительного флота. И есть еще страны, которые имеют на старте флот, который неоспоримо сильнейший. Это Британия. Затем это Америка. И, наконец, это Япония. Эти страны могут уже со старта выполнять эти миссии одинаково эффективно. Но, конечно же, у них есть внутренняя расстановка сил. И это, опять же, Британия, США, Япония в этом же порядке. Итак, давайте перейдем к городским мирским путям. Как их нарушать? Достаточно очевидно, что можно просто охотиться на конвоями. И самый лучший корабль для атаки на конвои это подлодки. Почему? У них есть особая механика сокрытия. То есть в этом состоянии по ним нельзя наносить удары в бою. А здесь, как вы можете видеть, точное место наождение неизвестно. То есть, если вражеские корабли в этот бой придут, они все равно не смогут наносить урон подлодки, пока она себя не обнаружит. И это малая часть. Еще большая часть в том, что по ним наносить урон можно только одним видом урона. У нас здесь много урона, только глубинными бомбами. Если посмотреть разные дизайны, вот у нас есть этот урон на эсминцах, даже если нет дополнительного модуля. Но если перейти к другим дизайнам, то можно заметить, что нигде этого урона нет. То есть вам однозначно, либо вашему противнику, нужны эсминцы для борьбы с подлодками. Но еще их надо вывести из сокрытия. Три варианта, как это можно сделать. Во-первых, если подлодки находятся на стороне защитника, то есть это их нашли и их атаковали, на 16 часов они выходят из этого статуса, и первые 16 часов по ним могут атаковать все. Собственно говоря, опять же, только глубинными бомбами, конечно. Еще один вариант, и это если вражеский корабль имеет обнаружение подлодок больше нуля, любой, то они при каждой атаке могут раскрыться. Причем этот шанс снижается вот этим перком, вероятность обнаружения торпеды, а также технологии подлодок. А вот это вот еще на 25%. То есть, чтобы ваши подлодки не были раскрыты, вам очень эффективно взять вот этот перк, взять перк адмирала, а также уменьшить заметность подлодки как можно меньше. Она уменьшается с каждым новым корпусом, с каждым новым двигателем, а также с особым модулем подлодок, шноркелями. Ведь здесь еще 10 и 20%, соответственно. Потому что шанс вот этот вот от выстрела раскрыться зависит неплохо от заметности подлодки, а также от обнаружения как раз таки подлодок. И также от обнаружения подлодок зависит третий шанс. Это просто каждый час подлодка может раскрыться на 20 часов в зависимости от вот этого вот обнаружения. То есть больше обнаружения вам нужно иметь на ваших эсминцах, и меньше заметности очевидно на подлодках. Все достаточно просто. Кроме того, неплохо было бы иметь хорошую атаку глубинных бомб, потому что именно они наносят урон подлодкам. Причем стоит заметить, что здесь часто ограниченная прочность, допустим 20, на первой подлодке 10, соответственно иметь здесь допустим 50, когда там всего 40, уже неэффективно. То есть максимум в краске хп этой подлодки. И то опять же на самом деле эффективнее провести больше кораблей с меньшей атакой. Но про конструкцию кораблей я тоже думаю сделаю отдельное видео, потому что тема очень большая и требует внимания к деталям. В целом перехватывать могут и обычные корабли, ничто им это не мешает делать. Для этого будут такие же правила как для обычных боев, то есть они должны патрулировать, ну или охотиться на конвои. Примерно это одинаково работает, только охот на конвой ищет как раз таки в основном конвои. И будут охотить вражеские конвои, это корабли которые все так же перемещаются на самом деле по морю, только они невидимые для нас. Они будут найдены, также атакованы и как обычные бои все будет рассчитано. Но очевидно, что подлодками это делать намного проще, потому что они могут успевать уходить от вражеского плота и достаточно быстро топить конвои. Причем у них еще есть дополнительный вес для того, чтобы атаковать конвои на самом деле. Под весом я имею ввиду шанс на выбор цели. Тогда как мы можем защитить себя от охоты на конвои? И все на самом деле достаточно просто. Во-первых, есть в принципе два варианта, да. Вы можете сопровождать конвои, а также патрулировать, чтобы найти вражеские подлодки и атаковать. Сопровождение работает так, что как только начинается битва, ваши эсминцы прибывают в этот бой. Причем чем меньше эта эффективность, тем позже они прибывают. То есть при 100% они сразу практически будут начинать в бою. Да, видите, и при эсминцах, как только они доходят до боя, вражеские подлодки отступают. Вот видите, начинается бой, эсминцы уже здесь вражеские подлодки даже не успели атаковать наши конвои. И есть также вариант патрулировать, чтобы найти их. Это чуть-чуть посложнее, потому что опять же нехорошая заметность. Но если мы их найдем, то как вы помните, они будут раскрыты и их можно будет очень-очень эффективно атаковать. То есть вот здесь вот смотрите, мы нашли подлодку, нашли их подлодки и успели их атаковать. Здесь же это защита. И как вы можете видеть, назначив просто вот так вот флот наш, эффективность конвоев растет. И морские подлодки просто не могут добраться ни до единого нашего конвоя. Думаю, на этом достаточно понятно стало, как и прерывать, и как защищать морские пути. Причем, что делать вот в такой ситуации, допустим, за Германию, да? Все очень просто. Вы просто перемещаете ваши регионы, ваши подлодки вот отсюда, куда-нибудь сюда. То есть достаточно просто играть догонялки и где-то в других местах начинать топить конвои. За Британию же можно, допустим, какие-то регионы запрещать. Да, то есть вот эта вот вся игра с тем, где кто атакует, где кто защищается. Конвои выходят сюда. Здесь, допустим, немцы уже не найдут их. Немцы это поймут, да? Причем разведка, если достаточный уровень разведки, то можно видеть конвои. Более того, при достаточной морской разведке, там 50% вы можете видеть карту регион 10 флота. То есть вы можете буквально видеть вот такую вот карту только про врага, да? То есть где у него какие флоты находятся. Это очень сильно, это не стоит недооценивать. В принципе, вот как я и сказал, вся эта игра это кошки и мышки, куда направить ваши конвои, куда направить враг подлодки и наоборот. Итак, давайте теперь придем к вопросу того, какие корабли же нам стоит строить. Тут стоит ориентироваться на то, про что я говорил раньше. Какая мы страна и какие цели мы преследуем. Очевидно, что если мы либо маленькая страна, либо мы преследуем цель нарушения вражеских конвоев, то мы строим подлодки. Точный шаблон подлодки, и опять же, поговорю как и про другие шаблоны в отдельном видео. Если мы собираемся защищать наши морские пути, то очевидно, нам нужны эсминцы. Причем обязательно именно эсминцы, потому что защищать пути без эсминцев невозможно. Причем вполне возможно, что у вас уже на старте будет достаточное количество эсминцев, чтобы защититься. Потому что стартовые эсминцы часто бывают неплохими. Самое главное, чтобы у них были лисонары и дополнительный урон глубинными бомбами. Причем и то и то, даже если у вас, допустим, какие-то эсминцы стартут без чего-то из этого, можно, если что, доставить и перевооружить. Это достаточно дешево, особенно для эсминцев. Более сложная тема, однако, это если нам предстоит реальный морской бой. То есть, если вот этот флот должен будет столкнуться с вражеским флотом. Давайте поговорим об этом. О самом бою и том, как будут проходить столкновения, я поговорю тоже в отдельном видео, потому что это очень большая тема, и на то, как это можно улучшить. Поэтому поговорим, в принципе, про нашу композицию. Какие корабли нам надо строить, какие корабли эффективные, какие нет. У нас, кстати, достаточно большой выбор того, что мы можем сделать. Эсминцы, как я уже сказал, это корабли защиты конвоев, подводные лодки, корабли атаки на конвои. Остаются тут и вот, на самом деле, 5 типов кораблей. Давайте поговорим про них. Авианосцы. Они очень неплохие в битвах. Авиация в битвах имеет дополнительный урон по морским целям. То есть, если одни и те же самолеты атакуют с морской базы. И с авианосца, с авианосца они нанесут больше урона ворожским кораблям. Так работает эта механика. Более того, эта механика работает так, на самом деле, что эффективно загружает авианосцы полностью именно морскими бомбардировщиками, без истребителей. Это намного эффективнее, чем смешивать и то, и то по различным тестам. Далее идут линкоры и сверхтяжелые линкоры. Сверхтяжелые линкоры абсолютно точно не стоят своего производства. Они слишком дорогие, а дают недостаточно много. Есть обычные линкоры, они дорогие, но при этом имеют реально очень хорошую прочность. Их очень сложно потопить, в отличие, допустим, от каких-то крейсеров. И в них намного больше огневой мощи. Но они очень дорогие, и на вот как раз-таки вторых странах их достаточно сложно производить. Обычно вы будете ориентироваться на то, что у вас уже какие-то есть, и вы к ним только достраиваете либо тяжелые крейсеры, либо легкие крейсеры. Потому что как раз-таки именно эти корабли самые эффективные по соотношению цена-качество. И тут надо понимать вот что. Что именно строить, да? Тяжелые крейсеры, либо легкие крейсеры. В целом, именно если спам, то в текущей, текущей я замечу мете, потому что все очень меняется, в основном спамят легкие крейсеры. Потому что они достаточно эффективны по своей уменьшенной цене. Но надо понимать, что во-первых, тяжелые крейсеры все еще эффективны. И главное, если у вас вообще нету больших кораблей, либо их очень мало, то вы, конечно, будете в боях иметь некоторые проблемы. Потому что тяжелая атака вам нужна. Как раз-таки легкие от тяжелых крейсеров включаются в тем, что у них нету атаки тяжелых орудий. А вот у тяжелых крейсеров есть и то, и то. Легкие крейсеры, если они заряжены вот так вот, они будут атаковать торпедами и легкими орудиями. Тяжелые крейсеры же одновременно могут атаковать тяжелыми и легкими. И это чуть-чуть сильнее, но и дороже. И я думаю, достаточно логично и понятно будет то, что тяжелые орудия лучше работают против больших кораблей. А именно, они как раз-таки называются крупными кораблями. Вот, если мы устанавливаем, видите, написано, корабли в проекте, которых есть модуль, станут крупными кораблями. Крупные корабли стоят дальше и стараются атаковать как раз-таки тяжелыми орудиями. Соответственно, в вашей композиции флота желательно иметь и тяжелые корабли с тяжелой атакой, либо, допустим, авианосцы, и легкие для прикрытия. Ну и легкие крейсеры вполне себе неплохо еще и дамажат. Причем, соотношение должно быть 1 к 4 для полной эффективности прикрытия. Вот, эффективное сохранение. Желательно всегда иметь 100%, то есть иметь 4 легких корабля на 1 тяжелый. И надо понимать, что в потере во время битвы тоже их будут снижать. Это вот эффективность, так что, возможно, чуть-чуть больше этого. Но, если у вас это меньше 100%, это не так сильно, на самом деле, страшно. Также есть еще один важный параметр, это размещение. Оно меняется в зависимости от того, какой размер у вашего флота. То есть, видите, здесь вот мой более крупный флот, имеем минус 75%. Правда в том, что на данный момент намного эффективнее стакать флот, как раз-таки объединять в один кулак и уже им действовать. Потому что этот дебаф ограниченный. Как вы могли видеть, в прошлом у нас было то же самое, минус 75% от крупного флота. Сейчас мы пошли от 50 кораблей к 160 кораблям. У нас все еще минус 75%. Да, это, как вы можете видеть, вот там вот есть дебафы. Это снижает нашу эффективность. Но то, что у нас намного больше орудий появляется и урона мы можем носить, вполне себе это окупает. Здесь мы можем увидеть то, что у нас слишком много авианосцев. Кстати говоря, видите, есть идеальный состав авианосцев в данном соединении. Да, все правильно. 4 авианосца это идеальный состав. У нас уже есть пятый, соответственно, только 80% наших авиакрыльев могут подниматься. Идеальное число авианосцев это 4. И здесь уже, к сожалению, на стакать огромное количество авианосцев точно неэффективно. Потому что зачем вам тогда были лишние авианосцы? Лучше потратите это производство в те корабли, которые все равно будут продолжать стрелять из своих орудий. А теперь еще один вопрос. Как лучше вступать в бои, да? То есть вы знаете, что у врага есть флот. Как с ней вступить в бой и как-то сделать эффективно. Тут все достаточно просто. За Германию вот сюда вытянул флот. Как мы должны действовать? Идеально. В идеале у нас есть ударное соединение. Как раз таки вот этот вот ударный кулак сильный, который полностью заряжен. Лучшие корабли здесь из всех. И именно им мы собираемся воевать в битвах. И какие-то корабли у нас делают патрулирование. Либо, как это часто бывает, потутки делают охоту на конвои, да? Врагские корабли выходят сюда, мы выходим сюда. Кроме того, мы можем в принципе и патрулировать этим кулаком. Но надо понимать, что это достаточно опасно. Потому что авиация здесь очень сильна. Вообще, в принципе, уникальное средство против любого флота это авиация. Но поскольку мы здесь говорим именно о флотских каких-то движениях и действиях, то мы авиацию, пожалуй, опустим. Вот смотрите, как это работает. Наш флот действует в регионе, вот этот вот. Он здесь патрулирует. Мы можем узнать, мы опознали противника. Мы точно знаем, сколько здесь кораблей. Вот этот полностью состав, да? Нам теперь нужно выдвинуться на перехват. Бам! Мы нашли флот патрулирования. Наше ударное соединение находилось, ждало как раз-таки, пока мы найдем флот. И теперь мы их атакуем и, в принципе, разбиваем. Причем, надо понимать, что сразу же мы его, допустим, да, не успели, а не успели отступить. Но это не значит, что мы не нанесли урон, да? Если включить подробный отчет, то можно увидеть, что мы на самом деле очень много урона нанесли. И второй раз мы вступаем в бой, и здесь уже, видите, топим их еще сильнее, и остается буквально чуточку их флота. Причем полностью задамаженного. Примерно по такой схеме вы их аттестовать. Замечу, что здесь, допустим, вообще авианосец был неиспользованный, и достаточно сомнительная композиция флота. Германия же хоть сразу же и отступила из-за обоих битв. Но, замечу, видите, они не с первой отступили, но мы успели их еще второй раз, пока они отступали, ремонтироваться, второй раз догнать и перехватить. Это тоже очень важная часть. Почему как раз-таки у нас в этом регионе должен продолжать действовать патруль? Потому что это очень часто возможно. И вот в таком состоянии флота. То есть, в принципе, он, может сказать, разбит. На этом, пожалуй, заканчивается все, что я хотел рассказать в этом видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Тут регулярно уходит прохождение по хойке. Также периодически выпускается обучающий контент. Кроме того, в скором времени выйдет дополнительное видео по флоту. Как я и говорил, это будет конструктор кораблей. Это будут высадки. Это будет разбор морских боев. Если у вас имеются вопросы по видео, не сняйтесь, задавайте их в комментариях. Также делитесь, возможно, своим мнением по флоту. А с вами был Дубгай. Всем пока.